Член ВК НПКСК из Синьцзян-Уйгурского автономного района Фатима Махмуте отметила 8 марта и день рождения на работе. При этом делает это уже девятый год подряд. Наша съемочная группа поздравила именинницу и узнала, с какими инициативами она приехала в Пекин в этом году. 57 страниц мелким шрифтом. На нынешнюю сессию ВК НПКСК Фатима Махмуте из Синьцзян-Уйгурского автономного района привезла сразу 17 предложений. Основные о развитии туризма, защите окружающей среды и расширении сотрудничества с соседними странами. Самая главная моя инициатива в этом году об упрощении выезда и въезда через пограничные пункты, такие как Харгос и Бакту. Правительства стран могли бы договориться о том, чтобы люди получали визы прямо на границе. Это будет удобно и для туризма, и для бизнеса. А еще это способствует развитию проекта «Один пояс, один путь». К поездке в столицу Фатима Махмуте готовилась весь год. Чтобы лучше понять проблемы населения, она побывала во многих районах Синьцзяна. Признается, что собрать информацию и выбрать главное было непросто, но результат порой оправдывает старания. В 2008 году, когда я первый раз участвовала в сессии ВК НПКСК, я выступала с инициативой об увеличении числа юристов из представителей нацменьшинств. Это очень важно для Синьцзяна. Ведь нацменьшинства здесь составляют 60% от всего населения. Это 12 миллионов человек. А на них всего 300 юристов, которые говорят с ними на одном языке. На судах часто нужны были переводчики. «После моей инициативы правительство приняло эффективные меры. Теперь больше молодых людей разных национальностей могут стать юристами». Еще одна проблема, которой Фатима занимается все 9 лет – защита прав женщин. На сессиях ВК НПКСК она представила уже больше 30 инициатив на эту тему. Например, о качестве медицинских услуг, трудоустройстве и повышении уровня образования. «Когда мы с коллегами заехали в уезд Хатянь, то я поразилась. Местные женщины не знают законы. Казалось, что они просто не умеют читать на китайском. По моей инициативе была издана книга «Семья и закон» на уйгурском. Мы бесплатно раздавали ее местным жителям, и они ее высоко оценили. Я считаю, что нужно усилить образование для женщин, особенно в районах, где проживают представители национальных меньшинств. Образование изменит их судьбу». Защищает права женщин Фатима Махмуте и в своей юридической фирме, которую он открыл еще в 1997 году. С тех пор и часто делает это бесплатно.